МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Тест-чемпионат мира по вертолетному спорту стартует сегодня на аэродроме Боровая. Международные соревнования станут так называемой пристрелкой к мировому первенству, которое Беларусь примет ровно через год. Репетиция чемпионата обещает быть захватывающей. Участие в турнире примут ТАСы из Беларуси, Украины, России, Германии и Польши. Летчики, а точнее 27 экипажей, покажут высший пилотаж в разгрузке грузов, вертолетным гонкам и навигации. Чемпионат Беларуси по вертолетному спорту пройдет с 25 по 30 июля на аэродроме Боровая. В рамках фестиваля про небо небесные капитаны устроят филигранные гонки с грузами и покажут слалом это упражнение, в котором вертолеты на скорость носят ведра с водой через препятствия. Также на аэродроме Боровая зрители впервые увидят гонки квадрокоптеров, то есть кубок по дронрейсингу. Вход на мероприятие будет свободным. К уборочной кампании, которая в этом году началась позже обычного, с каждым днем подключаются белорусские регионы. Так, накануне к жатве приступили аграрии Гомельской области. Здесь земледельцам необходимо убрать зерно на рекордной для региона площади угодий, почти 400 тысяч гектаров. На жатве будет задействовано около полутора тысяч комбайнов. В целом же, в нынешнем году уборочная кампания стартовала позже обычного, из-за дождливой и прохладной погоды. Плохие погодные условия стали причиной неурожая во многих странах. Во Франции в этом году ожидается падение производства вина. Согласно предварительным подсчетам Министерства сельского хозяйства, снижение составит около 20% от обычных объемов. Всему виной весенние заморозки и дожди, которые погубили виноградные почки. Сильнее всего от непогоды пострадал знаменитый регион Бордо. Его история изготовления напитка началась еще во времена Древнего Рима. Здесь ежегодно выпускают около 700 миллионов бутылок вина. Однако в этом сезоне можно рассчитывать лишь на половину от этого показателя. Кроме того, из-за града потери урожая ожидаются в Бургундии и Лангендоке. В Центральной Португалии после недолгого затишья вновь бушуют лесные пожары. Сильный ветер распространяет огонь с огромной скоростью. Это затрудняет тушение. Очагов несколько и все довольно крупные. Самое масштабное возгорание наблюдается в округе Каштеллу Бранку. На борьбу со стихией там брошены около 800 специалистов. С пожаром в эвкалиптовом лесу округа Каимбра борется 600 человек. Тем временем к бригадам присоединяются местные жители. Вместе они пытаются остановить пламя, которое подступает к двум деревням. Информация о пострадавших пока не поступала. Власти пытаются выяснить, очередная трагедия – поджог или природное явление. В Беларуси увеличится размер пособий на детей до трех лет. Так, с 1 августа сумма выплат на первого ребенка составит почти 280 рублей. На второго и последующих детей – около 320. В среднем прибавка к пособию составит 20 рублей. Рост выплат связан с тем, что средняя зарплата по стране увеличилась. Также с 1 августа увеличится и сумма единоразового пособия в связи с рождением ребенка. Грозы и шквалистый ветер. В Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. На большей территории страны пройдут кратковременные дожди. А в южных регионах синоптики обещают сильный ливень, грозы и даже град. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Неустойчивая погода сохранится до конца недели. Беларусь сквозь призму объектива. Фотовыставка белорусского телеграфного агентства появится в Минске. На фото запечатлены яркие моменты истории современной Беларуси. От знаменитых спортивных рекордов наших соотечественников до работы цехов промышленных гигантов страны. Экспозиция состоит из 40 работ. Посетить ее можно до Нового года. Выставка посвящена нашей жизни. Мы выбирали те работы, принцип отбора, чтобы они вызывали какие-то эмоции. Улыбку, удивление, может быть что-то узнать побуждали людей. Рассказывают они о том, как мы живем. Это работа, которая снята в начале этого лета. Это будет постоянно действующая экспозиция. Следующую смену работ мы планируем где-то, наверное, к осени. Будут появляться новые кадры, жизнь идет, и мы об этом будем стараться рассказать. Особенность в том, что выставка будет регулярно обновляться новыми фотографиями корреспондентов Белорусского телеграфного агентства. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.